Кудрявые волосы славянки Индия стала и домом, и источником вдохновения для российского художника. Вместе с семьей он эмигрировал туда после революции 1917 года. Переворот был не только в Российской империи, но и в творчестве Рерихов. После падения царской власти отец Святослава Николай, тоже художник, обращается к разным мировым религиям. Он ищет вдохновение на Востоке, и в Америке, и в Китае, но останавливает свой выбор на Южной Азии и устремляется в индийскую провинцию. И отец, и сын изображали окружающие их пейзажи. Это Гималайи – десятки картин, показывающих горные вершины. Главным образом Гималайки Святослава Рериха стала его любимая Канджинджанга, что в переводе с тибетского означает «сокровищница пяти великих снегов». В Московском музее Востока хранится самая большая коллекция картин семьи Рериха в порядка тысячи полотен. Всего же на следе художников около пяти тысяч работ. Для Москвы очень важно знать, что есть такие места, куда ты можешь уйти не на день, а на час, на два, и уйти в другой мир таким образом. Для меня, наверное, не важно, Индия это или не, или Монголия, или еще какая-то страна. Для меня важно, что это что-то, что коренным образом отличается от того, что нас окружает в быту. В работах Рерихов отличаются и пейзажи, и люди, ведь в Индии совсем другая жизнь. Человек в Индии, он воспринимает мир несколько по-другому, чем европейский. Существует некое представление о какой-то гармонии. И вот это представление о гармонии русский художник Святослав Рерих попытался отразить на своих полотнах. Вот эта поза женщины, этот буйвол, и это все представляет вот такую гармоничную сцену тишины и покоя. Именно умиротворением для российского портретиста стала яркая Индия. Несвойственную отечественным художникам насыщенность полотен оценили посетители выставки. Невероятные картины, которые просто поражают своей цветовой гаммой, и многие из них не так широко известны зрителю. Меня больше всего заинтересовали цвета. Порой они даже, можно сказать, кислотные. Но при этом они смотрятся очень гармонично. Вот на самой картине. Впрочем, за праздностью и буйством красок скрывается глубинная философия. Святослав Рерих говорит о единстве, разнообразии жизни, о ее равновесии. Сохранять баланс художник пытался и между своими двумя родинами. Когда в конце 50-х, в начале 60-х годов между Индией и Советским Союзом началось потепление, установились и дипломатические отношения, и официальные визиты, именно Святослав был тем человеком, тем коммуникатором между индийским руководством и руководством Советского Союза. Он в конечном итоге и своей жизнью объединял и Россию, и Индию. Картины Рерихов хранятся в музеях по всему миру, но самое большое наследие делят между собой Индия и Россия.